очень-очень много денег очень-очень много денег 35 миллионов прошлого года забрала 5 человек и во что-то там играет непонятно во что телефона там до двух часов ночи давай 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 его с этой стороны молодец молодец ты у наших пацанов забрал победу это блин какая-то санта барбара уже да и представь за этим смотреть мы сейчас находимся на олимпийском стадионе это место силы для традиционных видов спорта но и теперь уже и политических баталий на самом деле явно не для нас в такую погоду и она была немножко не готова для нас сейчас мы снимаем начале декабря дождь холодно на самом деле собрались здесь не просто так а поговорить о том эстафету передать от традиционного вида спорта киберспорта мы сюда сравнить вместе с александром удалым поговорим о том как можно на этом зарабатывать самое главное да здесь мы выяснили вот только что буквально по википедии 70 тысяч мест правда охранник сказал что несколько мест уже снято поэтому чуть-чуть поменьше 70 тысяч мест может быть такая киберспортивная арена вот когда-нибудь может быть она уже сейчас есть слушай конечно мало того я тебя возможно удивлю и многих наших зрителей тоже но на нска олимпийском уже проводились киберспортивное серьезного не до 2014 или в 2015 году прямо здесь проводилась большое соревнование международная по контр-страйку если мне не изменяет память это был один из мейджоров который организовывался здесь в украине мейджор это большой турнир с большим мейджор это глобальный мировой турнир по типу us open в теннисе по типу уефа серии более то есть самый высший сегмент самые лучшие спортсмены в мире наверное те зрители которые часто смотрят у которых есть дети они каждый день проходят мимо комнаты своего ребенка который сидит за компьютером за консолью или за мобильным девайсом и во что-то там играет непонятно во что ты мне рассказывал статистику назови ее то есть сколько там процент мальчиков и девочек играет сейчас в каком возрасте в большинстве европейских стран из 10 детей возрастом от 13 до 17 лет из 10 детей 8 каждый день играют видеоигры и только 34 в зависимости от страны то есть 30 40 процентов хотя бы периодически играют в игры спортивные на улице то есть это футбол бамбинтон теннис то есть два-три раза вендул да саша давай поговорим о джипе эта компания где ты являешься силу эта компания которая является счастливым клиентом франча с которым мы немножечко помогаем вам справа с франшизой что это такое что это за бизнес то есть вы где находитесь в этом большом уже но все еще голубом океане ваша помощь недооценивая конечно это огромный пласт не стоит недооценивать не стоит до огромный пласт работы которые вы нам помогаете делать и однозначно вы раскрываете нам глаза на этот мир они у тебя раньше меньше были чуть-чуть да буквально я вообще сам кореец ты знаешь из сеула приехал но когда я узнал о франчайзинге о франч тв я вот стал такой дипе это наш бренд изначально его текстовая формулировка звучит как get in pro то есть становись профессионалом название говорит само за себя мы обеспечиваем любители видеоигр геймеров всех желающих попасть в киберспорт всеми необходимыми профессиональными инструментами продуктами и сервис мы работаем мы выходим на 35 рынков 35 стран те игроки которые хотят стать профессиональными киберспортсменами участвуют в наших турнирах учатся в наших академиях посещают наши заведения арены те бизнесмены которые хотят попасть в киберспорт для них мы подготовили предложение с открытием успешного бизнеса посвященного киберспортивной тематике киберарена киберарены которые можно открыть в любом помещении в любом районе города мы поняли что организовать киберспортивный турнир сегодня это очень много денег суммы около миллиона долларов просто для того чтобы не турнир один ивент одно мероприятие считаю вот аналог концерта да вот каждый раз когда ты хочешь организовать такое событие тебе нужно все земли поднять привести поставить скрутить вместе подключить вывести прямую трансляцию потом это срочным порядком разобрать это выходит очень дорого мы понимали что это неправильно это нелогично и мы придумали способ как снизить эту стоимость так чтобы можно было организовывать такие турниры за десятки тысяч долларов саша сказал что я вполне органично смотрю с капюшоне потому что я похож на игрока в доту да я круто профессиональный я профессиональный геймер вот ты вот вот это я тварь даму пляже ты в камуфляже во первых ты защитник что ты во первых ты защитник а не тварь в камуфляже все я полетел ребята поехали короче это типа фортнайта да ну смысле большого да 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 выпускать парашют надо не не лети туда в другую сторону лети вот к домикам лети да можно в одном из них поселиться мы конечно ты зубную щетку взял болеет верните на самолете слушай но здесь максимально никого нету просто максимально унылый городок у них на войне дороги лучше чем у нас так ребята надо бегать медленнее 50 километров а то штрафует милиция а вот это вот что такое пока это пара из comedy club это твои склады чувак напарник вообще в идеале вы конечно должны бегать вместе вместе мне что-то подсказывает что импровизация твой конек а ты попал ты ему разбил бронежилет видишь тут можно добиться выдающихся еще разбил его таки добьешь по-моему он упал а куда он бежал вон в то здание слева думает о том спрятался думаешь сейчас тебе как даст не через кирпич не стреляет давай 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 его с этой стороны молодец молодец тяжелое ранение добивай его добивай они ты его добил все отлично роман поздравляю первый фраг мой факт твой билет в киберспорт а где можно распечатать дочка нарисовала и тогда еще три года было и года она сказала папа это рисунок так я вижу тут тебе на работу дано ну ну словно на удачу как-то сказала что вот эти потные футболки чем они знаменательны это через это чистые футболки это первая футболка первый сэмпл с нашего первого чемпионата вот в такой униформе были наши игроки которые стали финалистами чемпионата и приехали к нам на гранд-финал то висит как реликвия до первого сезона мы были на большом стадионе сегодня это самый большой самый высокий по классу спортивный объект спортивное сооружение мы хотим чтобы люди понимали что если они хотят инвестировать в киберспорт все они хотят зайти на этот рынок им не нужно строить большой стадион на 60 тысяч человек скорее всего этот проект даже будет провальный когда люди интересуются киберспортом когда они хотят инвестировать в киберспорт для них пока что это все во-первых туман туманный во вторых очень очень много денег очень очень много денег и крайне сложный вот этот технический процесс адаптации терминология игры что как представь что мы разработали решение под ключ которая включает в себя уже все технические аспекты все игровые лицензии оптимальную наиболее оптимальную инфраструктуру наша киберарена в киеве открывается мы хотели открыть ее зимой уже вот как раз к моменту нашей с тобой съемки но мы не знаем пока когда все начнет открываться параллельно мы уже открываем локации в нескольких других регионах потому что еще до анонса пришли потенциальные франчайзи и сказали нам это надо потому что люди не будут сидеть дома они все равно будут социализироваться но тем не менее для владельцев тех же торгово-развлекательных центров огромной задачей стоит привлечение более молодой целевой аудитории допустим в америке shopping mall и переживают весь этот сектор переживают сумасшедший кризис потому что новая аудитория целевая туда не идет вот здесь мы можем помочь как раз обеспечить ликвидность для вообще всего заведения молодить представь что твой ребенок сам просит тебя поехать супермаркет потому что пока ты там будешь покупать продукты полтора-два часа он в это время себе спокойно там вы составите хорошую конкуренцию этим комнатам детского и намного более качественную полезную потому что мы же будем еще пропагандировать обучение здоровое питание фитнес тренировки поэтому да тут можно будет прямо спокойно оставлять своих детей и забирать их новыми людьми это наш главный вход мы заходим через ресепшн вот тут логотип ресепшн первая зона до которой у нас находится бар в которой у нас находится зона для мобильных и настольных игр и в которых у нас находится зона для консолей это мерч у нас здесь да тут магазин с мерчом развлекательная зона мультифункциональная которая в первую очередь ответственно за досуг посидеть с друзьями пообщаться в баре по выбирать какие-нибудь аксессуары в магазине вот собственно это а дальше начинается чуть более профессиональная история чем глубже мы заходим тем более мы погружаемся вот в эту киберспортивную атмосферу дальше почему вот эти ребята сидят за стеклом как ты видишь у нас есть несколько кабинок за стеклом прозрачных или закрытых полностью вот это вот это вот это это вип зоны в которых люди могут тренироваться в центре это какая-то специальная зона или это тоже просто вип зона смотри зона в центре это наша вишенка на торте мы собираемся проводить чемпионаты мы собираемся проводить регулярные турниры мы хотим вы не просто арена клуб мы не просто компьютерный клуб мы не просто интернет-кафе мы все-таки расцениваем себя как get in по то есть зоны до как для подготовки профессиональных киберспортсменов мы хотим чтобы все наши локации которые мы открываем стали частью инфраструктуры и чтобы человек из условного сыктывкара луцка чернигово кривого рога украинского приходят поиграть к нашему партнеру да вот в арену они сразу же садятся за профессиональное оборудование они сразу же чувствуют атмосферу абсолютно идентичную мировым чемпионатом а международным да и они из этой арены могут уже через один месяц два месяца полгода попасть на международный чемпионат самое главное что если они начинают свой путь через наши центры они не почувствуют разница такие стадионы нужны до для проведения ивентов сколько людей максимально собирается на интернешнале который сейчас считается вроде самым большим да слушай это сотни тысяч людей это сотни тысяч сотни тысяч зрителей но это в онлайне а я имею ввиду вот физически физически сотни тысяч зрителей чтобы далеко не ходить просто представь что не далеко пройдем давай недалеко пройдем в сторону польши нашего соседа там есть один маленький город катавицы в котором мэр города достаточно оптимистичный и оппортунистический человек он сказал в несколько лет назад что катавица станет европейской столицей киберспорта они проводят уже который год там один из самых крупных турниров а и м которые готовятся интел экстрим мастерс и вот в 2019 году туда приехала за две недели 150 тысяч туристов это здесь уже сейчас происходит собирает уже сейчас больше какой-то ивент киберспорта собирает сейчас уже больше людей чем ивент вот на классических стадионах столько же можно сравнивать это тождественное это два вида спорта которые уже соревнуются по численности аудитории по количеству просмотров по зрелищности ажиотажу но пока не по день пока но очень близко очень близко 20 год призовой фон international 40 миллионов до призовой фонд прошлого года на чем 400 миллионов видел когда-нибудь как люди играют в маленький теннис пинг-понг они же этими ракетками могут кого-то убить там же эмоций больше чем в регби все-таки когда интернешнл выходят на улице фанаты проигравшие холзы холзы и разносят на кастетах зажигалками магазины в машины переворачивают как происходит иногда после футбол слушай вообще нет вообще нет в истории не были слишком маленький ни одного случая хулиганство или массового столкновения после или до киберспортивных чемпионатов и турниров ультрас нету в и не будет и не будет никогда эта публика крайне миролюбивая мало того я тебе скажу есть аналог доты league of legends я лично присутствовал там было 20000 человек стадион был полностью заполнен знаешь какой интересный факт что меня полностью сразила наповал зал был примерно наполовину наполнен фанатами азиатскими вот китайская команда и наполовину наполнены европейцами однако когда случались красивые игровые моменты вне зависимости от того какая команда в этот момент получала преимущество хлопали все народ поддерживает саму красоту сам стиль игры если ты круто играешь если у тебя есть талант неважно за каким флагом ты стоишь неважно за какую команду ты выступаешь нету никакого хейта ненависти по отношению к тому что а ты у наших пацанов забрал победу нет ты крутой игрок тебя вынесут из зала на руках тебя будут восхвалять вот лети в сторону того ангара там здесь лишь большого вот этого да там где-то ползают эти крысы эти твари и смотри во все уши то послушайте у вас радар радар смотри на карте где красные точки вот слева тебя да 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 вот в этом ангаре сидит и сверху где-то да ты смотришь сразу весь периметр вот же он сидит миленький как он меня просто как ребенка а ты говорил я классная на карте на корону иди что там что сделать это не бери там гранату просто в твоем здании в твоем помещении сидит тип вот он давай за ним а где он вот он давай за ним слушай тренера это это что ракета доставщик ракеты да вот спасибо бро ты избавил меня от смерти я с тобой буду ходить лучше ходи с ним покажи учитывая твои а пока я прикрутим да он хотя бы понял что по вам стреляли на самом деле все пока я спас тебя слушай так он убил этого чувака ну естественно потому что я дал ему такую возможность я потерял 0 долларов ребята умирать не так страшно не так дорого чем интересен вообще в принципе этот бизнес это как кинотеатр в которой люди ходят на каждый сезон подряд на каждый сеанс подряд и они просто вот сидят 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 то же самое здесь и в принципе они платят за полтора часа игры примерно столько же как вот за посещение одного киносеанса где-то 2 доллара до полтора два доллара для снг рынка монетизация первое аренда компьютеров вип-зон и так далее по часу либо по абонементу второй тип монетизации это обучение мы делаем свои тренировочные программы совместно с киберспортсменами образовательный сегмент как таковой имеет намного более высокую рентабельность тебе ли об этом не знаю да да дальше конечно же у нас есть зона бара и кафетерия да и это третье третий источник прибыли четвертое магазин мы продаем магазине мерч то есть одежду футболки худи сумки рюкзаки мышки клавиатуры периферию для компьютеров пятая составляющая аренда самого комплекса под давай начнем с простого дни рождения корпоративы проведения турнира новогодний корпоратив можно проводить легко новогодний корпоратив по страйку представь насколько это ажиотаж больше ли шансов что киберспорт или игры вот этот вот род занятий убережет детей маленьких от там пагубных всяких веществ смотри и однозначно если человек проводит много времени за компьютером то скорее искать закладки мы никогда пагубная его привычка и основное станет чрезмерное время препровождения за компьютером в играх так ли это вредит здоровью как например там ранее это не вредит здоровью слушая уже было масса исследований на эту тему и это вредит здоровью меньше чем активное активное занятие фитнес-зале в том же сам по себе физический спорт любой традиционный спорт который бы ты не назвал он намного более травматичен чем киберспорт но если этот же туннельный сундром есть туннельный синдром который является подологией если это не лечить если этим не заниматься есть спортсмены которые получают травмы непосредственно во время соревнований сейчас говорю про классический спорт то есть валанчиком от бомбинтона выбивали глаза извини я должен этот шок контент до упомянуть мы мы покажем видео до футбол все знают что такое зрелищный футбол и насколько он травматичен здесь нету травм вот таких да вот вообще есть какие-то последствия долгого пребывания за компьютером но все киберспортсмены профессиональные сейчас все организации все команды занимаются фитнесом у них есть свои психологи это налаженный процесс это люди которые следят за своим здоровьем за своими показателями за своей ежедневной рутиной графиком режимом сна это имеет наименьший фактор риска для здоровья по сравнению с любым существующим видом спорта классического традиционно это смешно звучит но тем не менее мы заключили соглашение с профессором по сну это человек сертифицированный специалист который помогает ммэй бойцам футболистами там прочим спортсменам имеет профессионально спать профессионально спать до оптимизируя свою ежедневную рутину таким образом чтобы человек день свой проводил качественно во время питался во время отдыхал и грамотно подходил к самому процессу сна чтобы не было вот это телефона там до 2 часов ночи в там в контакте или фейсбуке да и это дает свои плоды и конечно мы даем свои рекомендации по поводу того когда у людей наилучшая производительность мало того мы нашим игрокам посетителям мы будем давать прям подробную стату по дню когда у них наилучший перформанс профессиональных игроков в нескольких дисциплинах мы сейчас берем несколько дисциплин их пара тысяч человек 1000-2000 человек сколько каждый из них примерно зарабатывают в год от 100 тысяч долларов плюс еще и призовые которые они получают большая часть призовых зачастую достается игрокам в отличие от классического спорта говоря призовом фонде интернешнала вот 35 миллионов прошлого года забрала пять человек в доте был уникальный случай когда пятерка просто ребят они самостоятельно собрались они самостоятельно все сделали у них были какие-то там smm менеджеры но был как сами билеты себе заказывали слушай там история золушки там чувак которого выкинули просто из команды из состава организации серьезные профессиональные которые к успеху шли но его просто предал его лучший друг оставил ни с чем только с названием команды вот представь и просто вот весь коллектив практически который там сидел перешел в более серьезную солидную организацию с хорошим pay check он остался ни с чем он собрал абсолютно новый коллектив нашел ребят из деревни финляндии нашел команду но черную лошадку в которую вообще никто не верил которая была собрана за две недели до начала открытых квалификаций у них не было время на подготовку им пришлось они не получили приглашение на турнир им пришлось проходить 9 кругов ада проходить через несколько предварительных турниров и не везде побеждают они попадают на этот чемпионат они попадают на international они проходят в полуфинал в котором сражаются против того друга который его при этом себе это блин какая-то санта-барбара уже да и представь за этим смотреть но они не победили они победили они победили они зашли в финал они победили чуваки которые забрали 35 миллионов эти черные они тогда забрали 27 приехали второй год и всех уделали на второй год сколько нужно денег для того чтобы открыть вот такую кибер арену смотри для того чтобы открыть такую точку мы с тобой считали прикидывали вот все 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 там инвестиции включая вот это там первые периоды включая паушальный взнос это где-то от 250 тысяч долларов но для того чтобы открыть круто качественные хорошо оптимальная площадь там где идет наилучший выхлоп это 300 400 квадратов 500 квадратов рентабельность какая рентабельность у нас где-то 35-40 процентов круто это сравнимо кстати с фитнесом вот у smart с похожая ситуация порядка 40 процентов рентабельности то есть довольно капиталоемкий бизнес да то есть 250 300 400 можно там большие открывать и гораздо дороже но при этом достаточно быстрая окупаемость за счет маржинальности продукта откуда откуда стрельба да блин лезь лезь к нему лезь к пака он тебя подлечит пака алёна я залезь за заборчик залезь за заборчик давай 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 сойди с линии огня первым делом надо сойтись ли не огня пока алёна я защитил тебя от пуль не кидай меня пока а здесь можно посвистить вот он бежит 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 все класс как он технично все делает он все правильно делает он на крыше давай 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 его лупи 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 есть у второй фраг молодцы задание завершено слава богу спасибо ребята у нас у меня бронза да ты заработал на запуск франшизы новые кафе но так давай во первых предложим тем кто хочет нырнуть в этот большой веселый и прибыльный бизнес оставлять заявочки по ссылке в описании да однозначно там есть windows там можно оставить заявку и пообщаться уже дальше с тобой с твоей командой о том как это в каком формате это возможно да оставляйте заявочки а мы ищем тех партнеров которые смогут стать частью нашей команды киберспортивной команды сражаться на одной стороне и делать этот мир интереснее и увлекательнее для нас и для всех тех молодых поколений которым сейчас хочется проводить вот подобным образом время круто спасибо тебе спасибо